30-секундная готовность прошла, и интернет-портал радиоцентра Сен-Гейс начинает свою воскресную программу. Ну, наверное, те, кто следит за нашими сообщениями, знают о том, что в это время обычно, то есть в 10 часов утра по Чикаго, 11 часов утра по Нью-Йорку, у нас идет программа «Мой родный Куд». Эта программа идет на белорусском языке, и у нас в этой программе участвует Ярослав Беклемишев, независимый корреспондент из Нью-Йорка, и Татьяна Снетко, которые в Минске находятся. Но сегодня эта программа не выйдет в эфир, и причина достаточно серьезная, поскольку многие уже знают, и об этом уже везде сообщается, о том, что 31 октября над севером Синайского полуострова потерпел крушение российский авиалайнер Airbus 321 авиакомпании «Когалмавиа», на борту которого находилось 7 членов экипажа и 217 пассажиров, среди которых было 17 человек детей. Самолет летел из Шарм-эш-Шейха в Петербург. По сообщениям, все 224 человека погибли. Ну и, как всегда, возникает вопрос, что было причиной этого крушения, что было причиной, то ли это было естественное явление. Ну, Бермудский треугольник мы сразу отметаем, это не было в том районе. А вот все остальное нам сейчас, версии нам сейчас расскажет Ярослав Беклемишев, который находится в Нью-Йорке, который обладает поистине гигантской информацией по этому поводу. Ярослав, здравствуйте. Добрый день. Добрый день, Михаил. Добрый день всем нашим радиослушателям. Да, действительно, как бы за последние сутки я накапливал вот ту информацию по этому рейсу. Если быть точным в названии этого рейса, это 7K9268. Вот, совершенно правильно вы, Михаил, сказали, что это самолет Airbus 231. В принципе, это достаточно привычный, 321, это достаточно привычный нам самолет, потому что, ну, например, вся авиакомпания JetBlue сегодня летает примерно на таких же бортах. И сегодня в эксплуатации порядка тысяч этих самолетов по всему миру, как бы, рассортировано по различным авиакомпаниям. Другое дело, что это был чартер, достаточно традиционный для российских туристических компаний. Но, тем не менее, я начну, наверное, с самого главного, с классического вранья, которое сегодня происходит на всевозможных и российских каналах, и, в частности, телеканал «Звезда» отличился тем, что достал какого-то довольно странного то ли генерала египетского, то ли еще что-то в этом роде. Ну, по крайней мере, зовут этого человека Саги Лашина. На него ссылается сегодня телеканал «Звезда» как на генерала военно-воздушных сил Египта. И цитируют его буквально, причем сразу говорю, что цитата абсолютно фальшивая. Я не знаю, где они достали этого человека и почему. Причем это одновременно с телеканалом «Звезда» сообщила русская служба новостей. Но вот, тем не менее, вот эту вот цитату я приведу, и потом вы поймете, почему я начинаю именно с нее. Значит, что говорит нам Саги Лашин? У самолета случился отказ, с которым экипаж не мог справиться. Пилоту пришлось экстренно сажать самолет. Летчик пытался дотянуть до «Эль-Ариша», но не смог и стал сажать самолет в пустыне. Однако посадка оказалась неудачной, и самолет взорвался. Конец цитаты. Далее все тот же Саги Лашин говорит, что выгорела абсолютно задняя часть лайнера, потому что, по его мнению, там находятся баки с топливом. Баки с топливом в Airbus 321 не находятся в хвостовой части. Это я вам могу просто подтвердить и заверить вас. Они находятся в крыльях. И поэтому не могла хвостовая часть выгореть таким образом, чтобы 25 минут самолет находился в воздухе. Баки, естественно, были полны, но, опять-таки, это в крыльях, в районе передней части крыла. Вот, тем не менее, в хвостовой части лайнера не могло находиться никаких баков с топливом, поэтому то, что у самолета конкретно отвалился хвост, наверное, на это есть совершенно другая причина. Это первое, что я могу сказать. Второе. Есть видео, уже есть видео падения этого самолета. Я не знаю, кто там в Синайской пустыне смог его снять. Всего 16 секунд этого видео. Я думаю, что в наиболее нормальном качестве мне его доставят буквально в течение сегодняшнего дня. И тогда мы сможем это выложить в рамках нашей программы на YouTube. И можно будет посмотреть, как он падал. Это во-первых. Во-вторых, есть довольно странное явление по поводу этого самолета. Это самое главное. Наверное, сейчас вы уже нашли вроде бы в Синайской пустыне так называемые черные ящики, то есть бортовые самописцы этого самолета. И один из этих черных ящиков, хотя они на самом деле оранжевые, если уж честно говорить, просто черными они называются, потому что их ищут в случае аварии или крушения, или вот того, что произошло в данном случае с этим бортом. Но, тем не менее, сейчас самописцы должны расшифровать египетские власти. И я не очень уверен в том, что какая-то более-менее достоверная информация на фоне современных отношений России и Египта может пролезть в прессу именно из того, что они расшифруют на бортовых самописцах. Но начнем, пожалуй, с главного. Есть диспетчерские службы, которые зафиксировали переговоры борта. Еще раз напомню, борт находился в воздухе 25 минут. Набрал он высоту за 25 минут 9450 метров. Все остальные источники информации можете сразу отметать. И с этого потолка он начал сваливаться. В принципе, свалиться с потолка 9450 метров с такой скоростью и за такое время может только самолет абсолютно неуправляемый. И если нам сегодня говорят, что у самолета отказали как бы оба двигателя, то все равно самолет вот этого характера, этого класса, именно Airbus 321, должен уходить, как бы сваливаться по другой траектории. То есть, в принципе, это достаточно планирующая машина, которая по определенной траектории не будет сваливаться вот в таком вот пикирующем полете, как сваливался именно этот рейс. Далее, если произошел какой-то взрыв или поломка в хвосте, сейчас нам говорят, что этот лайнер уже отработал 18 лет, и это основная версия российских средств массовой информации, то, в принципе, лайнеры на 18-м году жизни, хотя и пишут сегодня специалисты в компании BBC, что 18 лет это самое опасное время как бы для самолета, но, тем не менее, на 18-м году самолет не может вот таким вот образом выходить из строя, чтобы у него отказывали сразу оба двигателя, и он сваливался в такой жесткой пике. Я предполагаю, хотя это мое предположение, в данном случае, что с такой скоростью, уходя вниз, самолет мог уходить только на работающих двигателях. То есть, в принципе, повреждения были не в двигательном процессе, не в том, что подняло самолет до именно данного потолка. Скорее всего, с таким ускорением самолет мог устремляться в землю только при работающих двигателях, и, скорее всего, при ослабленном режиме элеронов и при полной потере стабилизации. Вот, наверное, там надо искать главную причину того, что этот самолет ушел вниз. Интересно и то, что МЧС России, я не знаю, там уже не Шойгу явно этим распоряжается, поскольку он министр обороны, тем не менее, послала три борта в Синайскую пустыню, и они приземлились именно там. И сейчас как бы довольно странное сообщение, что группировка МЧС, которая направлена в Египет, как пишут сегодня новости России, для проведения поисковых работ и ликвидации последствий крушения лайнера, это 83 человека. Это достаточно мощная группировка, скажем так, МЧС, для того, чтобы ликвидировать последствия крушения лайнера. Какие последствия крушения лайнера? Извините, трупы и обломки убрать? Так с этим, наверное, справятся и египетские технические службы, и египетское министерство по чрезвычайным ситуациям. Что еще нужно ликвидировать? Какие последствия? Да, понятное дело, разлитое топливо, которое не сгорело. И, кстати, еще одно довольно интересное замечание, что возгорание самолета, судя вот по последним видеокадрам, которые мы получаем, произошло уже именно на как бы на пике сваливания. То есть, он пролетел примерно некоторое количество, где-то километра три вниз, и после этого просто от трения об воздух начали гореть закрылки, потом загорелись крылья, потом загорелся весь самолет. То есть, изначально он не горел. Значит, все-таки где-то потеря стабилизации, скорее всего. Что еще? Версию о технической неисправности авиакомпания уже опровергла, потому что практически все наблюдатели подтверждают, что самолет стал падать камнем. Интересно то, что одно из тел из погибших обнаружено в 8 километрах от падения самолета. То есть, разрушение самого самолета произошло на достаточно высоком потолке. Скорее всего, вот именно на этом 9450, которые, по сведениям диспетчеров, он набрал. То есть, в принципе, на курсовой высоте, а не при ударе об землю. Самолет разрушался в полете. И, в принципе, на сегодняшний день, если верить как бы сообщениям официальных египетских властей, они сообщили, что это могла быть неисправность, с другой стороны, это могла быть атака по самолету, но есть и третья сторона медали. Дело в том, что у тех группировок ИГИЛ, которые находятся сегодня на Синайском полуострове, а это очень ограниченный контингент, там буквально пару даже небазовых лагерей в пустыне, в принципе, у них нет таких средств, чтобы сбивать самолет на такой высоте. То есть, изначально, если это все-таки был террористический акт, а я думаю, что Михаила, мы все-таки Тодора привлечем к этому разговору, потому что только он может определить, что там в действительности было, он все-таки ясновидящий, может ему кто-то подсказал на самом деле, какая акция произошла в данном случае именно с этим рейсом, но тем не менее, тем не менее, насколько я понимаю ситуацию, сегодня в России заведено только одно дело по этому поводу, и это дело исключительно по технической неисправности и халатности, хотя экипаж был очень уверенный в себе, скажем так, экипаж с гигантским количеством налетов, первый пилот налетал порядка 12 часов, второй пилот чуть меньше, 12 тысяч часов, естественно, вот второй пилот чуть меньше, но он только вышел из отпуска, то есть был вполне отдохнувшим, никакой халатности здесь быть в принципе не могло, и значит вот эта вот машина все-таки каким-то образом не столько могла подвести своих пилотов и пассажиров и всех погибших в результате, но тем не менее, тем не менее, эта машина могла летать и должна была летать. Я напомню, что первые Airbus 321 появились в 1993 году, то есть это достаточно новое семейство самолетов, они семейства Airbus 320, немножко более удлиненный фюзеляж и соответственно они всегда вот эти вот рейсы, точнее вот этот тип самолетов использовался для чартеров или для коммерческих рейсов, поскольку повышенная так называемая пассажировместимость именно вот в эти модели и в общем-то созданы были две модификации такого самолета, это Airbus 321-100, он вылетел на авиалинии, то есть в гражданскую авиацию, уже вошел в 1994 году после года проб и дополнений к этому и Airbus 321-200, в котором был дополнительный бак и более мощные двигатели, который увеличил как бы дальность полета до значений, до показателей Airbus 320, вот этот дополнительный бак в принципе мог размещаться в самолете где угодно, но учитывая то, что Airbus, который упал на Синайском полуострове, явно был не 321-200, поскольку ему 18 лет уже было, значит дополнительного бака в хвосте у него быть не могло, то есть эта версия в любом случае отпадает, тем более, что на самом деле дополнительный бак ставить хвост такому классу самолетов это как бы не очень хорошая идея. У этого самолета часовой расход топлива в килограммах 3200, то есть в принципе если гореть, то гореть на самом деле на 25-й минуте после взлета тут уже ничего другого не придумать. Но еще раз говорю, что на самом деле на сегодняшний день россияне дают только техническую неисправность, хотя насчет технической неисправности я бы здесь очень и очень сомневался. Вот такая вот ситуация. Далее о взлетной полосе. Самолет вылетел из Шарма-Шейха или Шармаль-Шейха в разной транскрипции он по-разному цитируется, но тем не менее это любимый дешевый курорт россиян и наверное именно поэтому сегодня в российской прессе, причем в такой отдельно взятой российской прессе этот полет отмечается как чартер, коммерческий чартер и все равно вот это постоянное упоминание о том, что летают не на том, летают не так, хотя как раз таки компания Коголым Авиа подтвердила, что самолет был полностью исправен и никаких технических неисправностей в принципе там быть не могло, хотя правда говорили о том, что в какой-то момент этот самолет и именно этот борт проходил ремонт хвостовых стабилизаторов и вот на это сейчас начинают ссылаться, что именно за счет хвостовой стабилизации он как бы потерял именно эту самую стабилизацию, поэтому пошел в таком пике, но давайте обратим внимание еще на одну очень интересную деталь, я так понимаю, что где-то на 25-й минуте полета пилот понял, что у него есть большие проблемы и он запросил посадку посадку пилот запросил в Каире, хотя поднимался с полосы Шарма-Шейха вот теперь наверное самый главный вопрос почему пилот просит посадку в Каире вместо того, чтобы вернуться на аэродром подскока это наверное и есть ключевое понимание того, что произошло в небе над Синайским полуостровом если пилот просит посадку в Каире, что удлиняет его возвращение примерно километров на 150 это может означать только одно пилоту нужна длинная полоса в Шарма-Шейхе полоса короче это совершенно очевидно и вот это вот наверное самое главное что понимает пилот в последнюю секунду после того как его самолет уйдет просто глубокое падение и он уже не может исправить ситуацию значит самолету нужна была длинная полоса если самолету нужна длинная полоса то это означает только одно на неисправных двигателях пилот до Каира не дотянет поэтому выход из строя обоих двигателей как бы сразу исключается из всех данных вариантов иначе он бы не просил полосу в Каире то есть в принципе пилот абсолютно точно понимает что у него вышло из строя значит у него вышли из строя все элероны и вышли из строя все стабилизационные системы именно поэтому он не может на короткой полосе шарма шейха притормозить реверсом запустив обратно двигатели именно поэтому он не может тормознуть закрылками он не может ничего сделать и ему нужна длинная полоса ближайшая для него длинная полоса это Каир вот собственно и все и вот от этого момента мы можем теперь отталкиваться и говорить о том что же все-таки произошло в полете именно с этим бортом и именно с этим рейсом я не буду до выводов следственной комиссии говорить что это все-таки теракт хотя игиловцы уже на себя взяли как бы то что якобы они это сделали но еще раз говорю на таком потолке сбить никаким ПЗРК они бы его не смогли это абсолютно точно по той простой причине что не достанет ПЗРК вот на такой высоте именно до гражданского самолета как в случае с малазийским Боингом буков у них не было и это совершенно очевидно что как бы тем более на Синайском полуострове тем более в ведении как бы Египта еще раз говорю если там какие-то отдельные боевики могут находиться но только не в таком усиленном режиме и только не с такой техникой Ярослав а скажите так какой смысл тогда было им брать на себя ответственность за это крушение ну во-первых я начну с того что две недели назад ИГИЛ объявил войну Российской Федерации так уж между делом говоря вот именно по той простой причине что Россия решила объявиться в Сирии и решила защищать Алавитов в лице Башара Асада и всей семьи Асадов и всех прочих я наверное повторюсь по-моему мы об этом уже говорили что Алавит это довольно странная группировка в данном случае даже в исламском мире в традиционном потому что они принимают некоторые заповеди христианства некоторые заповеди ислама ну и в любом случае они противники суннитов вы знаете мы об этом не говорили но я думаю мы это исправим но мы это исправим это упущение тогда я немножко прокомментирую на самом деле Алавиты это довольно сложное движение в традиционном исламе скажем так потому что они как бы немного ближе к шиитам но тем не менее вот это вот принятие определенных заповедей христианства Алавитов отделяет от в принципе всех остальных мусульман поэтому Россия ввязавшись в Сирии на сегодняшний день вот в эту вот странную войну она ввязалась не в войну за средиземноморские порты и не за Башара Асада она ввязалась в религиозную войну алавитов и шиитов против суннитов вот это вот самая большая неприятность ибо в России все кто исповедует ислам на сегодняшний день от северного Кавказа до Татарстана они все сунниты то есть вы хотите сказать или предполагаете о том что эта группировка взяла на себя ответственность за это крушение или как или Тарак допустим они могут это естественно называть если они в этом были виноваты только по этой причине потому что Россия ввязалась в войну так скажем и бомбит там в Сирии населенные какие-то дело в том что я предполагаю именно так потому что в данном случае вот именно по как бы траектории падения падения самолета я бы все-таки мог это назвать терактом взрыв был явно в хвостовой части потому что самолет разнесло еще в полете как бы на вот это расстояние 8 километров хотя 8 километров в принципе при такой скорости падения это вообще не расстояние но тем не менее то что самолет разрушался в полете это очевидно именно вот по тем обломкам которые сегодня зафиксировали египетские власти на Синайском полуострове и именно по разбросу обломков которые подтверждает и российский МЧС тогда получается я прошу прощения получается что России как бы невыгодно эту точку зрения озвучивать и поэтому ну как бы условно или так скажем версия российских властей о том что это было просто неисправно самолетом да 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 абсолютно то есть России нужна маленькая победоносная война на сегодняшний день и вот учитывая такую катастрофу это я хочу напомнить крупнейшая авиакатастрофа в России за последний исторический период да наверное за весь исторический период все таки 224 человека это не шутки в конце концов крупнее крупнее это ничего и не бывало даже гибель Максима Горького извините над Ходынским полем все таки не в таком количестве людей унесло по-моему 63 или 68 человек я сейчас не помню точную цифру вот но тем не менее вот и поэтому вот на фоне этой как бы крупнейшей авиакатастрофы в мыслимый исторический период российской авиации очень не хочется таким образом проигрывать вот эту вот маленькую победоносную войну то есть российские войска в Сирии это отдельно которые защищают там и лавитов это дело отдельно но я еще раз повторяю скорость снижения самолета вот по последним данным буквально которые я получил составляла примерно 1100 километров и эта скорость я еще раз повторюсь наверное это скорость все таки включенных двигателей то есть вот самое главное самое основное о чем говорят сегодня в российской федерации о чем сегодня говорит пропаганда это то что у самолета как бы отказали оба двигателя то все равно этого не получается боинг ой не боинг господи эрбас в данном случае этой модели должен планировать посадочно планировать и вот поэтому наверное достали этого какого-то совершенно нелепого египетского генерала который озвучивает явно не то что происходило в небе над Синаем вот но тем не менее озвучивает именно то что нужно сегодня в данном случае российской пропаганде с таким ускорением вертикально в землю самолет может лететь только одним образом если он потерял еще раз повторюсь всю систему стабилизации если его не сработали элероны либо он потерял все хвостовое оперение что вполне возможно потому что он разрушался в воздухе и таким образом он в землю может вписываться только на включенных двигателях с такой скоростью и так вертикально именно поэтому я еще раз напоминаю запрос пилота на посадку в Каир значит двигатели у него работали значит он мог дотянуть до Каира на планировании он бы дотянуть до Каира никоим образом не смог и тем не менее что-то изменилось буквально в течение одной секунды от чего самолет просто вертикально пошел в землю вот это вот наверное самая главная причина за которой надо и наблюдать Ярослав пока у нас нету Тодора вы знаете что у нас с ним программа во вторник но у меня на связи есть еще некоторые люди с которыми мы ведем программы ну ясновидящие не ясновидящие но в самом случае достаточно серьезные люди которые могут с помощью своих скажем подручных средств тоже что-то рассказать хотите мы я могу привлечь одного из таких людей прямо сейчас нам в эфир это Таролок это в общем-то известный известный человек доктор нетрадиционной медицины мы с ней ведем программу по понедельникам по средам давайте попробуем давайте попробуем да ну давайте мы попробуем сейчас как мы это попробуем мне сейчас надо просто добавить человека как мне это сделать я даже не знаю давайте я выйду с другого компьютера попробую позвонить и попробую в эфире включить громкость чтобы это было слышно вопросы надо задавать такие нельзя задать вопрос допустим а что произошло с самолетом тогда ответа не будет надо задать вопрос или-или это было крушение это было или это был таракт это было да это был таракт или это было естественно или это была техническая поломка техническая поломка первый вопрос техническая поломка или это была халатность как вы только что озвучили по версии российских властей ну какая-то халатное отношение допустим пилотов допустим понимаете в чем дело в данном случае как бы халатность и техническая поломка это одно и то же я еще раз повторю пилоты были крайне опытны я посмотрел их биографии к сожалению покойных уже пилотов там действительно был и опыт и как бы запас знаний то есть если они не смогли справиться в данном случае с самолетом то значит это была либо техническая поломка непоправимая для пилотов такого уровня либо это был террористический акт и что-то взорвалось у них в хвостовой части вот-вот вот только так мы можем в данном случае ставить вопрос хорошо какой может быть еще вопрос кроме теракта или ничего третьего не дано не-не-не я имею ввиду какой что можно еще спросить у этого человека давайте я сейчас попробую ее вызвать вот я нашел возможность она сейчас будет у нас в эфире давайте попробовать да Инесса вы с нами здравствуйте алло здравствуйте Инесса здравствуйте давайте мы познакомимся очень быстренько Ярослав и Инесса Алиева из Минска известный у меня эхо в эфире это интернет это проблема интернета Ярослав озвучьте вопрос может быть не будет тогда этого эха да я я озвучу вопрос Инесса значит во-первых рад вас приветствовать поскольку мы тут все минчане оказались во-вторых мы во-вторых мы тут как бы пытаемся разобраться Михаил я сам себя слышу ну в том-то и дело это проблема это проблема интернета скорее всего Инесс третий человек Михаил возможно такое чтобы мы через час эту программу как бы сделали нет у нас программа в эфире определенное время давайте быстренько вопрос быстренько к вам вопрос Инесса я озвучил сейчас все технические данные по падению самолетов в Синайской пустыне вопрос такой все-таки очень хотелось бы понять это была техническая причина или это был террористический акт хорошо сейчас технические алло технические неполадки и здесь возможно сам немножко был виноват летчик понятно хорошо Инесса мы с вами еще свяжемся без сомнения дело в том что мы не можем сейчас очень большие помехи я слышу эхо и Ярослав слышит эхо да я слышал тебя давайте давайте мы сейчас с вами спасибо большое вам давайте мы с вами сейчас попрощаемся ну и обязательно поговорим на следующей неделе мы обязательно и так и встречаемся поэтому мы по этому поводу поговорим спасибо вам большое всего доброго до свидания достаточно интересно как бы определение вот но тем не менее я бы все-таки сослался на брифинг Оксаны Головиной которая представляет холдинг TH&C этот холдинг собственно и входит в Когалым Авиа у капитана судна более 12 тысяч часов налета и сам самолет был полностью исправен я понимаю что конечно компания будет защищать свои интересы в данном случае вот но тем не менее мы не можем не опираться как бы и на эти заявления хотя конечно я охотно верю в то что таким образом предсказана ситуация ну вероятность такая есть давайте мы дождемся уже тогда вторника вот в данном случае у нас будет человек который который совсем по другому поводу в этом случае разбирается и ну я имею ввиду что у него есть скажем там другие какие-то качества как он это все определяет так или не так ну вот таким образом давайте дождемся вторника дождемся Тодора да в данном случае я как бы еще не закончил свои данные вещать скажем так да 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 что для меня еще удивительно в этом случае это неожиданность прерванной связи то есть буквально 25 минут от полета пилот находится как бы на связи с диспетчерами в этот момент на 25 минуте его отпускает Синай и следующая связь у него должна быть с Ларнакой на Кипре то есть он уже по кипрским диспетчерам должен ориентироваться он уходит из одного эфира и не входит в другой эфир это тоже довольно сомнительная штука потому что профессиональный пилот оставив одного диспетчера тут же должен находиться на связи со следующим диспетчером это закон как бы и тут уже никуда не отвертеться можно конечно там прождать минуту-две но тем не менее если хотя бы ты минуту-две находишься в определенном пространстве на определенном потолке и тебя не ведет никакой диспетчер это уже нонсенс это прямое нарушение правил и вот в данном случае пилот который все-таки отмотал 12 тысяч часов налета как бы наверное не мог себе позволить только по инерции он бы сделал первое что он бы сделал он бы связался сразу с лорнакой вот лорнака его не услышала как раз вот это довольно интересная деталь то есть в принципе мы можем предполагать что на 25 минуте полета у пилота настолько экстраординарная ситуация на борту что он не выходит даже на связь с диспетчером вот это очень важный показатель опять-таки того что произошло при этой катастрофе либо техническая проблема как нам сказала Инесса была настолько неразрешима что уже не было смысла связываться со следующим диспетчером и просить у него что-нибудь либо эта проблема была настолько неразрешима что пилоты в данный момент уже не могли управлять самолетом чисто физически либо не принимали в этом участие вот такая вот ситуация самое интересное в этом деле что север Синайского полуострова гораздо ближе просить посадки в той же Ларнаке где опять-таки полоса не такая длинная как в Каире почему все-таки пилот запросил Каир значит управляться он не мог в последний момент он это прекрасно понимал но видимо ситуация настолько выходила из-под контроля что Ларнаку он уже даже не запрашивал и вот на фоне всего этого появляются вот эти вот заявления нелепые египетского генерала о том что пилот пытался посадить самолет в пустыне вертикально самолеты не сажают в жестком пике самолеты не сажают никоим образом пилот в тот момент уже самолетом не управлял поэтому еще один вопрос все-таки проблема была в хвостовой части или проблема была в кокпите проблема была у пилотов конкретно и вот в данном случае НСН верные права когда она сказала что и летчик в том числе вот значит в тот момент летчик не мог управлять своей машиной не мог управлять своим бортом не запрашивал следующего диспетчера и последнее что он просил это как бы развернуться на Каир ну мне кажется теперь можно поставить вопрос следующий если была причина то где она была то есть или она была в хвостовой части или она была в бортовой части или она была в кабине пилотов вот такой вопрос тоже можно поставить я полагаю что их было две на самом деле одна проблема заключалась именно в хвостовой части и выбила стабилизирующие элероны хвоста а вторая проблема была именно в кокпите вот это вот скорее всего когда мы спрашиваем такого рода людей а у нас их несколько человек кстати в среду у нас будет еще один человек достаточно известный который тоже мог бы наверняка все уже знают о чем идет речь и наверняка они уже тоже это все как бы анализировали вот мы спросим это мнение то есть вторник среда да мы спросим это мнение потому что в среду у нас будет подряд сколько два 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 или три человека которые очень неординарные они да в любом случае я сейчас получаю последнюю информацию уже примерно сто тел подобрали остальные просто по составным частям там лежат вот и интересно то что большое количество мертвых на земле и они привязаны ремнями в креслах то есть какой-то сигнал СОС был подан на борту если они пристегнулись хотя на 25 минуте они наоборот должны отстегнуться по идее вот и да действительно две части от самолета передняя часть с кокпитом ударилась о скалу и разбилась задняя сгорела то есть сгорел он все-таки с хвоста вот такая вот ситуация и хвост примерно в пяти километрах от носовой части от кокпита который ударился в скалу но получается что он отвалился раньше получается что он отвалился еще в воздухе но тут как раз вопрос другого плана то ли он отворился при определенном направленном взрыве тогда мы точно можем рассматривать версию теракта то ли он мог отвалиться в процессе пикирования потому что это очень большая турбуленция естественно когда самолет сваливается по вертикали практически и конечно конструкция собственно самолета может нарушиться в этом случае вот поэтому вот здесь тоже небольшая неясность собственно где и в какой момент отвалился этот хвост если он в пяти километрах лежит изгоревший и был ли там дополнительно топливный бак потому что если он горел то это вопрос еще один почему он горел то ли от дополнительного топливного бака который мог в принципе по идее находиться в хвосте хотя для самолетов этой модели это не свойственно это во-первых а во-вторых в принципе он мог гореть просто при таком сваливании от трения все-таки законы физики в конце концов по крайней мере свидетели говорят что самолет от момента сваливания загорелся не сразу то есть настолько резко и крутое было сваливание что он загорелся именно от трения в нижних слоях атмосферы ну за последний год по-моему это такая уже третья катастрофа самолета вот малазийский был потом по-моему да было два малазийских да один над Украиной второй непонятно куда улетевший над Индийским океаном то есть получается это вот третья катастрофа довольно больших масштабов которая произошла за последний год то есть получается так в принципе над Донбассом сколько по-моему сто шестьдесят чем-то человек погибло да вот во-вторых во втором малазийском который пропал над Индийским океаном они до сих пор там уточняют сколько человек вот но тем не менее 224 человека это конечно очень печальный рекорд на сегодняшний день и говорят что в принципе это оправдывается только тем что Рейс был такой жесткий жесткий чартер скажем так в него уже напихивали сколь угодно народа ну и если это все-таки техническая неполадка то единственное что мы можем по этому поводу сказать что вот любят в России все дешево вот любят все на халяву дешево отдыхать дешево летать ну вот наверное за счет этого и поплатились мне конечно очень жаль всех кто погиб и мне безумно жаль родственников погибших мне безумно жаль те 17 детей которые в общем-то ни в чем не виноваты вот но тем не менее тем не менее признаваться нужно хотя бы так в общем-то я поэтому тут и написал несколько материалов сейчас по поводу того что как ни крути с какой стороны не подходи к этой катастрофе все равно эти ребята виноваты я имею ввиду тех ребят которые сегодня находятся у власти в России потому что если это была халатность если это была неисправность если действительно этот борт не был отремонтирован но все-таки полетел из Шарма шейха в Санкт-Петербург а все-таки путь не близкий для самолетов такого класса то тогда виноваты те кто занимается вот таким не знаю сверх дешевым туризмом в Российской Федерации если это все-таки террористический акт и каким-то образом каким-то игиловцам удалось протащить на этот борт взрывчатку и рвануло одновременно в кокпите и на хвосте самолета таким образом выбив его просто из полета из любых траекторий от чего он вот так вот камнем рухнул вниз то тогда все равно в результате виноваты россияне то есть виновата то руководство которое затеяло эту войну в Сирии на стороне Алавитов на стороне Асада и вот как ни крути с любой стороны как ни повернуть эту катастрофу все равно корни надо искать наверное именно там а не иначе вот такая вот ситуация да как ни крути без политики не обойтись это все конечно же политика потому что кому-то что-то надо причем надо где-то на стороне у себя внутри этого ничего как бы и не надо вот мы все время ищем там где нас нет там у нас как бы лучше к сожалению не обойтись но вот как как не крутиться мы с вами зарекались не говорить о политике но все равно приходится в результате вот таких вот ситуаций которые возникли буквально сегодня нет мне кажется когда человек чем-то занимается он ведь занимается этим для чего-то вопрос для чего если мы даже и говорим о гибели самолета то мы ведь говорим не о том что вот это произошло и констатация фактов если мы допустим проанализируем что у нас сегодня звучит в средствах массовой информации по радио по телевидению то там негативных новостей гораздо больше чем позитивных это же мы знаем вот вопрос для чего то есть почему там все вот это вот негативно идет если мы говорим сегодня у нас во всем случае интернет-портала радио Сангейс мы говорим это не потому что эта новость она опять же для чего почему люди так себя ведут и как надо себя вести на самом деле есть такой очень подлый закон журналистики что хорошая новость новостью не является с точки зрения журналистики я согласен я это все прекрасно понимаю поэтому это все таки вот эти сведения вот эти новости они дают нам возможно задуматься о том как ну как избежать вот таких вещей таких катастроф и как люди должны себя вести чтобы этого не случилось поэтому да без политики не обойтись но опять же для чего ну вот мне кажется на этом тогда мы должны нашу программу сегодняшнюю уже закончить если у вас Ярослав нету конечно еще там чего-либо добавить в принципе добавлять тут можно много но вот появилось последнее заявление консульства российской федерации в Нью-Йорке ничего нового они просто подтверждают что никто не выжил что из 224 погибших 219 граждан российской федерации и собственно вот наверное больше ничего вот еще одна интересная информация что самолет после того как запрашивал разрешение на посадку в Каире была еще одна связь но с турецкими диспетчерами почему-то не с кипрскими и я так понимаю что связь была до того как он запрашивал посадку в аэропорту в Каире вот насчет этой связи надо будет немножко уточнить потому что эта информация вот только буквально сейчас выползла и я не знаю я не гарантирую ее достоверность связывался ли он с турецкими диспетчерами ну хорошо у нас будет такая возможность во всяком случае мы все-таки вещаем в рамках интернет портала поэтому интернет это возможность вещания 24 часа и если будет какая-то необходимость то будет какая-то внеочередная программа ну а по плану следующая программа у нас будет во вторник в 12 часов мы перешли кстати на зимнее время поэтому если нас слушают наши друзья находящиеся на территории Европы России Украины и так далее то у нас разница во времени увеличилась то есть с Москвой в один час в один час да у нас стала большая разница то есть так или иначе с Чикаго это 9 часов с Нью-Йорком это 8 часов с Лос-Анджелесом это и того более поэтому мы выходим в эфир во вторник с Ярославом Беклемишев и это будет у нас время 12 часов по полудни или в Москве будет 9 часов вечера уже а потом после этой программы у нас в эфире будет Тодор Тодоров и мы как раз на эту тему с ним побеседуем хорошо в любом случае какие-то данные которые у меня будут появляться я постараюсь вам Михаил доставить в ближайшее время спасибо большое Ярослав ну дорогие друзья мы на этом с вами прощаемся желаем вам хорошего остатка выходного дня воскресенья все все огромное спасибо Михаил спасибо всем кто слушал информация на этом не заканчивается что-то еще новенькое я успею ну до вторника так точно я успею как-то систематизировать все то что поступает договорились всего доброго до свидания спасибо